МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гибель при исполнении сотрудника КГБ это трагедия для всей Белоруссии и точка невозврата для тех, кто перестал уважать закон. Закон не только Беларуси, но и Польши, и Литвы, и Латвии, а некоторые и гегемона демократии решили опустить. Ведь для беглецов закон не писан, а его представители мишень. Странно, что у близоруких хозяева беглых псов не видят, что те творят. Откровенные призывы к братоубийственной войне и ненависть через край у них грязи много не бывает, хотя метят в князи. И оправдывают терроризм. Но вы не понимаете, это другое. А с вами я, Ксения Лебедева. Здравствуйте. Беларусь в глобальном рейтинге терроризма занимает 135 место. Это рейтинг стран с самым низким уровнем террористической угрозы. Здесь же Сингапур, Исландия, Арабские Эмираты. Самыми небезопасными считают Афганистан, Ирак и далее по списку все, где свой след оставила американская демократия. А вот, например, Соединенное Королевство занимает 30-ю строчку. Канада 56-ю, Италия 59-ю. Подчеркну, что этот рейтинг ежегодно готовит Институт экономики и мира, международная неправительственная организация. То, что мы спокойно идем домой вечером и не боимся, что нас захватят заложники, что какой-то сумасшедший начнет палить из автомата, это все заслуга силовых структур, которые работают тихо, грамотно, чтобы мы спокойно спали. Именно поэтому Беларусь в списке стран без терроризма. Именно поэтому ровно неделю назад Дмитрий Федосюк погиб, войдя первым в квартиру, где группу уже поджидали. Подтверждение нескольких озвонков на горячую линию МВД в течение дня. Получается, что умышленно готовились к убийству. И ружье собрано, и камера наготовит. И для стрима со всеми договорено. Это и есть терроризм. Мы знаем, кто является вдохновителем этого. И считаем, что они перешли к красной черте. Поэтому эта красная черта переедена. Мы без ответа эту ситуацию не оставим. Все будет по закону. Вместе с тем мы будем действовать так, как действуют наши коллеги на Западе. Решительно, на упреждение. И обязательно, чтобы обеспечить гарантированное исключение потери наших секунд. И я не удивлюсь, если данные семейки Зельцер будут в списке экстремистской организации вроде Плян Перамога, которому призывают присоединиться невероятные. Ваши знания и возможности будут использованы. А в нужный момент вы получите уведомление и будете знать о ваших дальнейших действиях. И это чистой воды терроризм. Идеологический или социальный, когда насильственно хотят изменить экономическую и политическую систему страны, вовлекая общественность. Иногда его называют революционным. Уголовный кодекс Беларуси, статья 361. Призывы, которые несут вред национальной безопасности. Призывы к захвату власти срок до 5 лет. Обращение к зарубежью нанести ущерб внешней безопасности до 5 лет. Если все вышеперечисленное сделано при участии средств массовой информации до 7 лет. Буквально накануне депутаты в первом чтении приняли законопроект об изменении уголовного кодекса не в пользу революционеров и террористов. Сроки вырастут. В первом случае до 6, во втором до 10 и с участием СМИ до 12 лет. А вот и артиллерия Тихановская. Все, о чем мечтают сейчас свободные белорусские мужчины, что им снится ночами, это как длинные автоматные очереди кладут они как можно больше оборотней в погонах. Они оправдывают террориста, убийцу и подонка называют героем. Написано кровью, каждый, кто направит оружие в сторону сотрудника силовых структур и нажмет спусковой крючок, будет уничтожен. Такие законы не только у нас. В валеных Соединенных Штатах с ним поступили бы точно так же и с соучастницей не церемонились бы. Например, Калифорния, городской пляж города Хантингтон-Бич, 25 сентября. Офицер полиции долго не уговаривал сдаться якобы вооруженного мужчину. И якобы, потому что, обратите внимание, мы видим лишь белую майку, что под ней неизвестно. Но полицейский при первой возможной опасности стреляет. Когда раненый тянется к майке, его убивают. Как сообщается, мужчина не подчинился указаниям офицеров, поэтому в отношении него было применено огнестрельное оружие. При этом, как сообщает Reuters, США осудили смерть мужчины в результате перестрелки в Беларуси, заявив, что это стало очередным свидетельством нарушения прав человека во время президентства Александра Лукашенко. Тогда как называется вот это? А в штате Орегон антифашистское движение возле Портлинского суда протестовало против отказа обвинить офицера в убийстве человека, который размахивал муляжом пистолета. Антифа перекрыли улицу и устроили пожар. Подожгли государственный флаг или для госдепа это другое. А вот еще золотой бюст Флойду слегка сделали цветным. Это тот самый Флойд, который раздушил офицер полиции во время задержания. На улицу вышли несогласные с героизацией преступника. Или это тоже другое. Хочу поделиться интересным файлом, где поименно перечислен каждый убитый американским полицейским. С начала года это 782 человека. С 2013 года это порядка 10 тысяч человек на территории США. Но это все про осуждение с Западом случившегося у нас. Разбираться в ситуации они не хотят. А ведь для Беларуси случившееся это трагическая неожиданность. Советом Европы разработана конвенция о предупреждении терроризма. Кратко страны-подписанты оказывают максимальную помощь друг другу в расследовании уголовных дел, в частности, квалифицируемых как терроризм. Задача – пресекать любое проявление терроризма на своей территории. Террористические преступления и преступления, предусмотренные настоящей конвенцией, независимо от того, кем они совершаются, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы соображениями политического или иного аналогичного характера. Беларусь не является подписантом данной конвенции. Однако нашей страной заключены двусторонние договоры об оказании помощи по уголовным делам. Такие договоры подписаны в том числе с Литвой, Латвией, Польшей, Чехией. Договоры однотипные, но везде есть важный пункт для тех, кто в бегах. Стороны обязуются в соответствии с положением настоящего договора по просьбе выдавать друг другу лист, находящихся на их территории, для привлечения к криминальной ответственности. Все равно вернут, но могут не возвращать, а дать правовую оценку о своей стране. Например, господину Цепкало, который, сидя в Латвии, решил призвать людей к вооруженному противостоянию. Надо сегодня каждому беларусу быть готовым с оружием в руках отстаивать свою свободу. Единственное, конечно, что один человек мог, конечно, унести с собой больше. Пригревание на груди такого экспоната – это же нарушение Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. А также нарушение глобальной контртеррористической стратегии ООН, где сказано, что попытки прославления и оправдания террористических актов способны побудить к совершению новых актов террора. Поэтому призывают сделать все возможное, чтобы подстрекательство пресечь. Но Латвия ждет с моря погоды. Наш корреспондент связался с офисом директора по информированию общественности и борьбе с преступностью Совета Европы, чтобы получить ответы на важные для нас вопросы. Как относится Совет Европы к призывам беларусов за рубежом брать оружие и убивать оппонентов власти в Беларуси? Не противоречат ли такие призывы Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма? Обязана ли страна, в которой звучат подобные высказывания, самостоятельно в этом случае разобраться с подобным? Я не могу ответить, у меня нет полномочий. Я думаю, вам нужно отправить письмо. В таком случае я должен отправить письмо на ваш электронный адрес или адрес Совета Европы, так? Да, на адрес Совета Европы, потому что у меня нет полномочий. Не удивили. Ну окей. Не хотите разговаривать по телефону? Мы отправили письмо в пресс-службу Совета Европы и спустя несколько часов получили ответ. Сообщаем мы вам, что мы не можем дать комментарий относительно вашего запроса. Как доходит до дела? В Евросоюзе говорить не любят. Все больше выбирают позицию «голова в песок». За эту неделю инцидент оброс слухами неграмотных и тех, кто просто решил покичиться, высказав некоторое предположение. Мы все расставим на свои места. Немножко терпения. Как и силовики поставят на свои места тех, у кого язык повернулся поддерживать и оправдывать террориста и поливать грязью погибшего Федосюка. Нашли всех, кто вдруг решил проявить гражданскую позицию, сидя на диване. В паблике «Онлайн-брест» группой ВКонтакте оставил комментарии. Я чувствовал тебя в голове, моему жжу. Был уверен, что так и будет всегда. Никому не желаю зла, никому не желаю смерти. Все заслуживают жизни. Совершенно неуместные комментарии. В прессе такого публиковать и радикально быть настроенным не обязуюсь. В США убийство полицейского квалифицируется как убийство первой степени, наказание, смертная казнь или пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. В России лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное. Германия, Франция, Великобритания тоже пожизненное. Но публичная поддержка терроризма, оправдание террористических действий, публичные призывы и пропаганда терроризма тоже караются законом по всем мире. Так что советую невероятным приготовиться к изучению Уголовного кодекса страны, где обитают. В Испании за прославление и поощрение терроризма дают от 1 до 2 лет. Во Франции закон о прессе запретил прославление терроризма в 1881 году. Сейчас Уголовный закон Пятой Республики обещает за это до 5 лет тюрьмы и до 45 тысяч евро штрафа. В Британии запрет на поощрение терроризма был введен после знаменитых лондонских взрывов в 2005 году. Нарушителям обещают до 15 лет. В конце октября 2018 года 17-летний студент подорвал себя в Архангельском управлении ФСБ. Журналистка «Эхо Москвы» Светлана Прокопьева в своих материалах поддержала парня. Так она стала участником собственного уголовного отдела. Ей грозило до 7 лет лишения свободы, но в результате отделалась штрафом в 500 тысяч российских рублей. Как вот вообще жить, когда твое главное достижение к 40 годам – это уголовное дело? Современный европейский подход к оправданию терроризма строится на конвенции Совета Европы. Для целей настоящей конвенции публичное подстрекательство к совершению террористического преступления означает распространение или иное представление какого-либо обращения к общественности в целях побуждения к совершению террористического преступления. Когда такое поведение, независимо от того, пропагандирует оно или нет непосредственно террористические преступления, создает опасность совершения одного или нескольких таких преступлений. Европейский суд неоднократно рассматривал обоснованность антитеррористических запретов на свободу слова и мнения, и уголовных санкций, и все же ограничения признал необходимыми. Самым громким стало дело француза Дениса Лероя. После взрыва башен Близнецов 11 сентября 2001 года он нарисовал карикатуру, рухнувшие небоскребы и подпись «Мы все об этом мечтали. Хамас это сделал». Беглые, кстати, недалеко ушли. Карикатурист пытался ссылаться на свободу слова, но Европейский суд признал его виновным. Но вы не понимаете, это другое. А с вами была я, Ксения Лебедева. До встречи ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok